Благодарю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что в своем послании на основании предложений Смоленской области, а возможно и иных субъектов Федерации переданы поручения правительству Российской Федерации до 1 июня обнести предложение по изменению законодательства с точки зрения наибольших возможностей для агрария по обработке земельного фонда региона. Действительно, на встрече с президентом в этом году я поднял вопрос о том, что на главах регионов, в том числе и на мне, лежит ответственность за сохранение жизни на селе, сохранение возможностей для молодежи работать на селе, лежит ответственность за привлечение инвестиций, лежит ответственность за объем урожая, но у глаз субъектов нет ни малейших возможностей при изъятии земельских хвостных значений. Полна ночи нет, а обязанности есть. Я доложил президенту, что из миллиона гектаров в Смоленской башне у нас обрабатывается менее половины, 400 тысяч, а 600 тысяч росли в кустарниках и березах еще лет за 15-20 до того, как мне было доверено воздавить регион. У меня есть инвесторы с миллиардами готовых вложений, вот в частности Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, который пришел в регион не благодаря Астровскому, а благодаря администрации Антуфьевы. И спасибо экс-губернатору Антуфьеву за то, что привели в регион такого инвестора. При нашем содействии мы в этом году открыли вторую очередь. Останкинский комбинат готов идти дальше. Ему нужно 30-40 тысяч гектаров в Киславическом районе, чтобы максимально рушение производилось. А эти земли в 90-е годы за копейки получили, ну, слово жулики может в суд только, ну, так скажем, нечистоплотные люди, которые сейчас готовы с этой землей расстаться по таким ценам, которые ни один инвестиционный проект станет делать. И ни одно совещание ни с прокуратурой, ни с МВД не приводит к результатам. Нужны иные федеральные решения, нужно иное федеральное законодательство. Многие из здесь присутствующих и отсутствующих ваших коллег помнят имена великого человека Смоленчина Ивана Ефимовича Климента. Значит, сравнивать обязательно нужно всех уговорителей региона. Но при этом нужно стараться оценивать условия, реалии, законы, в которых работал тот или иной руководитель. К сожалению, у руководителя региона нету полномочий, по которым глава бы администрации любого муниципалитета был бы моим непосредственным подчиненным. Косвенно, да, конечно, не будем лукавить, но непрямые подчиненные. Первый секретарь райкома партии, мы вызвать любого первого секретаря райкома партии, поставить задачу и сказать, в течение месяца, если не будет выполнено, уйдешь в должности и еще уберем из партии. Таких возможностей нет. Вот сегодня в 15 часов я из-за большого уважения к вам, к Юрию Константиновичу, к вашим заслугам перед Смоленчиной буду приходить к вам, приветствовать вас и говорить с вами в теологии столько, сколько вы будете приглашать. Поэтому, естественно, сегодня я нашел время между заседанием областной думы и иным совещанием. В 3 часа сегодня мной вызваны все, без исключения главы администрации районов, администрация области, проведение очень серьезного совещания по инвестиционной политике Смоленской области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!